Добрый день, дорогие телезрители! В эфире программа «Ставропольский благовест». В воскресенье, 21 октября, в храмах Божьих будет читаться евангельский рассказ о воскрешении умершего сына Наинской вдовы. Евангелие повествует нам о том, как Господь, входя в город Наин, встретил похоронную процессию. Выносили умершего юношу, который был единственным сыном у матери. И Господь, увидев эту горестную процессию, увидев мать полное отчаяние, сказал ей «Не плачь». А потом коснулся смертного адра и сказал «Юноша, тебе говорю, встань!» И юноша воскрес. Все были поражены чуду и восславили Бога. Сказали, что великий пророк восстал среди нас. Это был знак того, что люди воспринимали Христа уже не только как учителя, но как того, кого Господь послал в обетование, Мессию, Христа Спасителя. Это евангельское чтение очень короткое. Казалось бы, в нем нет ничего примечательного, потому что в Евангелии много рассказывается всяких историй о том, в числе и о том, как Христос воскрешает мертвых. Он воскресил дочь Яира, Он воскресил Лазаря четверодневного. Он пришел в мир, чтобы взять на себя наши немощи и болезни, как сказал пророк Исаия. И в исполнении этого пророчества Господь, когда ходил по земле, действительно прикосновением своим исцелял этот мир, который был поражен смертью. Он исцелял людей, которые часто были поражены не только недугами телесными, но прежде всего недугами души. И когда Господь совершал эти чудеса, Он говорил людям такие слова – «иди и больше не греши». Потому что на самом деле Господь пришел в этот мир не бороться с временными явлениями и несчастьями. Господь пришел не для того, чтобы сделать нас на земле счастливыми, не для того, чтобы здесь на земле наступила общая радость, общее благоденствие, сытость, веселье. Нет, ничего подобного Господь на земле и не обещал. Более того, Он обещал совершенно противоположное. Тем, кто за Ним последует, Господь обещал крест. Господь обещал, что за имя Его и за настоящую истинную веру мы будем гонимы. Обещал нам то, что восстанут на родителей дети, что разделится отец с сыном и дочь с матерью. Господь говорил, что Он пришел принести на эту землю не мир в понимание этого мира, не мир, который близок к человеческому естеству, но меч. Так Он сказал о Слове Своем, которое, как меч, обоюдоострый, разделяет человека, все его внутренности, составы, дух и душу, и судит помышления и намерения сердечные. Он пришел, чтобы отделить этим мечом человека от его греха, отсечь его от смерти. Потому что настоящая эта смерть – это человеческий грех. И нет никакой другой смерти, которая могла бы победить человека, только одно единственное – грех. И Господь пришел в этот мир и показал нам это чудо воскрешения юноши с тем, чтобы мы смерти не боялись, потому что не смерть самая страшная для человека. Господь смерть победил. Он в то же время в этом мире, подобно умершему юноше, он был единственным сыном своей матери, и его мать тоже была вдовой. И вот он показывает и своей матери, и нам всем, что нет никакой смерти. Воскрешает этого единородного сына вдовы, у которой, казалось бы, нет уже никакой надежды, и нет никакого смысла дальше жить. Но Господь говорит, что нет никакой смерти. Не плачь, не плачь, не это страшно. Святитель Иоанн Златоуст в своих замечательных письмах к своей духовной дочери Олимпиаде так пишет про грех. Ведь одно только страшно, одно искушение, именно только грех. И я не перестаю напоминать тебе это слово. Все же остальное – басня. Укажешь ли ты на козни, или на ненависть, или на коварство, или на ложные доносы, на лишение имущества, на изгнание, или заострение меча, или на войну во всей Вселенной. Каково бы все это ни было, оно и временно, и скоро переходящее, и не имеет места к смертному телу, и нисколько не вредит трезвой душе. Вот только одно, только одно страшно – видимое, оно все временное. Итак, зачем тебе бояться временного? И так только одно страшно – только грех. Вот, собственно говоря, что есть смерть. И нет никакой другой смерти для нас, христиан. И нет никакого другого страха для нас, как только грех, который может с нами приключиться и искалечить наши души, убить нашу волю, разрушить состояние нашей души, все разрушить вокруг себя и превратить в прах. И вот с этим грехом Христос сразился. Этот грех Он победил на кресте. Этот грех поражен, и смерти больше нет. И каждому из нас дана власть Богом побеждать этот грех и побеждать смерть. Издавна монастыри были духовными центрами, местом молитвы, паломничества и покаяния. В Ставрополе таким центром всегда был Иоанна Мариинский женский монастырь. История монастыря берет свое начало с 1847 года, когда епископ Ставропольский Еремия повелел открыть недалеко от Ставрополя женскую общину под названием Иоанна Мариинской обители. Общество города Ставрополя к устройству обители отнеслось благожелательно и приветствовало решение епархиального начальства. Монастырская территория сложилась из пожертвованных жителями города земельных участков. В 1851 году епископ Кавказский Иоанникий успешно ходатайствовал перед Святейшим Синодом об изменении статуса общины в монастырь. К началу XX века Иоанна Мариинский монастырь вошел в число крупнейших на юге России. Здесь действовало пять храмов, было построено несколько корпусов, благоустроен пруд, разбит сад, открыта безвозмездная школа для девочек и художественные мастерские. Но в советские годы, столь тяжелый для русской церкви, монастырь был разогнан. Сначала на его территории находилась колония для беспризорников, затем дом отдыха, а с послевоенных времен филиал краевой психиатрической клиники. За годы советской власти здания были запущены, рушились и ветшали. К середине 2000-х годов четыре из пяти монастырских храмов были снесены до основания, а пятый значительно перестроен. С 2004 года начался поэтапный процесс передачи зданий и территорий монастыря епархии. Сегодня монастырь постепенно возрождается и благоукрашается. В нем живут 12 насельниц, инокинь и послушниц. Но, по словам монахинь, в обитель постоянно приходят паломницы, которые хотят потрудиться на благо монастыря. А работа для них всегда находится. На территории монастыря несколько мастерских, свое подсобное хозяйство, птичник и огород. На нескольких сотках земли трудятся почти все монахини. Выращивают самое необходимое – огурцы, помидоры, морковь и виноград. Здесь же находится и птичник. Утро насельниц начинается с первыми лучами солнца. Еще до 6 утра все собираются на молитву. Небольшой храм – единственный, действующий в монастыре. В день, когда наша съемочная группа приехала в обитель, здесь отмечали престольный праздник – Рождество Иоанна Притечи. Паломников было так много, что храм не вместил всех желающих, и многие молились на улице. Традиционно монастырь заботится о нуждающихся, о тех, кто попал в трудную жизненную ситуацию. Любой, кто обратится за помощью в обитель, встретит заботу и понимание. Здесь его приютят, накормят и оденут. Специально для таких случаев в монастыре есть помещение, в котором хранят одежду, обувь и постельное белье, принесенные верующими. Сейчас монастырь занимает лишь несколько зданий, которые принадлежали ему до революции. Желающих потрудиться в обители приходит все больше. И, как рассказывает настоятельница монастыря Игуменья Иоанна, келей для них не хватает. Ну а также хотелось, чтобы нам здание церковное, которое сейчас находится в ведении психиатрической больницы, хотелось бы, чтобы это здание принадлежало нам. И мы бы его силами, прихожан, силами всех доброжелателей воздвигли, подняли. Как вот сейчас мы отреставрировали, как вы видели уже, что у нас идет богослужение. И много у нас приходят паломников, причащаются. И все это происходит так дружно, в такой мирной и теплой обстановке. И все это происходит так дружно. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok